У нас 7 утра практика, сейчас пойдем, и в Киеве сейчас 3.30. Смотрите, где можно спать. Ночью вон, везде. И не бояться, потому что погода всегда одинаковая. Встречаемся в океанах. Дима, тут всех водичкой поют с утра. С лимончиком. Заряжено. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот здесь так, добавим, пожалуйста. С лимончиком. А пока я не знала, в какой-то раз. Благодарю. Чуть-чуть. Это вообще пинок. КОНЕЦ День третий. Вода, плыть, потоки. День третий. Телесная практика плюс купание. Девять завтрак. Десять стихий. Продолжение водного занятия на террасе в 14-й век. Шестнадцать стихий. Вода, поле, плюс купание. Вот такое вот расписание. И, как обычно, столнышко обманчиво, аккуратно с 11 до 15. Это Маша предупреждает. А это Юля уже не послушалась. Давай я тебе насыплю чуть-чуть панамы в речке. А ты идешь и слушаешь? Мы, кстати, уже да, покупаем. Хорош, ты похожа. Да не, не похожа. Я только добрыненько на меня похожа. Сегодня у нас знакомство с семьями. Да. Мы показываем друг другу фотографии наших семей. Да. И вот завтрак. У меня кофе. Неизменный мой. Вот доля. Даже на швейланке, видите. Я люблю очень кофе. И вот такой вот завтрак. То есть у нас была тарелка с фруктами. Я уже в эста-сторе показала. Очень красивая. Но мы ее съели. И вот такой вот завтрак. Очень полезный. Правильный. Ну, как бы научиться в Киеве питаться. Вообще выключилась. А Дима только что вообще сидел в центре вселенной. Я пошутила на траве. И завтракал. Смотрите, какой у нас тут красивый. Вчера вечером, после ужина, я в Камакея лежала, слышала мантры. И, конечно, это кайф. Это очень-очень вкусно. Что это здесь? Заземление на всех уровнях. Заземление на всех уровнях. Я разрабатываю свои разбитые коленки. Они так быстрее заживут. Хорошо. Начинаем. Начинаем. Мы сейчас рассмотрим качество каждой стихии. Просто познакомимся с ними для того, чтобы уже сегодня у нас будет первое занятие. И начнем мы его со стихии воды. И сегодня вечером, вот после обеда, это занятие будет практическое. Уже в конце лекции я расскажу, что нам нужно для с собой что-то делать. Но сейчас мы просто познакомимся с общими свойствами и качествами всех стихий. И тем, как они проявляются в нашем физическом теле. И я буду идти от самой такой плотной стихии. Это стихия земля. То есть она является основной. Стихия земля имеет свойства и качества устойчивости. То есть это основное ее качество. Именно поэтому мы ходим по земле, ходим ногами по земле, и земля нас носит. И поэтому она является базовой и такой вот платформенной, что ли, стихией. И так как мы приходим, наш дух приходит в тело здесь, на планете Земля, поэтому для нас связь с землей очень важна. Потому что, по сути, для нас она обозначает связь с нашим телом. Поскольку наше тело имеет земную природу. И вот устойчивость жизни нам и дает связь с землей. В нашем теле земля представлена костной системой. То есть это скелет, это костная система. То есть, по сути, основа, благодаря которой мы можем ходить, а не ползать, делать что-то. То есть наш скелет, наша костная система, она является нашей такой опорой. И поэтому он называется опорно-двигательный аппарат. И благодаря которой мы можем совершать движения. То есть без контакта с землей наше движение невозможно. Поэтому мы ходим точно так же по земле. для контакта с землей, для нас вообще для заземления. У нас будет таким базовым упражнением, которое мы начинаем с сегодняшнего дня начнем делать. Кроме того, что мы общаемся каждый день с океаном, здороваемся, плаваем, помогаем ему очищать нас. Также мы ведем еще дополнительную такую практику. Это такой контакт тела с землей. Во-первых, мы будем ходить босиком, вот там, где есть возможность. Особенно вот тут под проле, там возле океана. Потому что хождение босиком дает возможность нам получать земную энергию напрямую. Поэтому вот обратите внимание, все вот аборигенные народы, это на случай ланкильцы, они все босиком. В общем-то, потому что они очень природные, и у них вот эта связь с землей, она очень хорошо налажена за счет этого, за счет вот этого контакта с землей. И мы будем стараться ходить больше босиком, и мы будем лежать на траве. Здесь травка хорошая, и на самом деле я даже попрошу каждого найти возможность, мы потом поделимся этими впечатлениями, потому что сейчас я расскажу, что происходит с телом, когда мы лежим спиной на земле, и когда мы лежим животом на земле. Потому что мы совершенно по-разному взаимодействуем с передней частью тела и задней частью тела с землей. Но точно так же мы будем и по-разному ощущать энергию, например, на песке, возле океана. Вот и рекомендую полежать. Единственное, что там Ася говорила, что есть эти насекомые. Да, да, то есть можно просто на полотенчике, например, полежать. Просто не на каремате, потому что каремат, он, особенно вот этот, он изолирующий материал. А на полотенце смотрит он. То есть только бы, чтобы насекомым тело не отдавать, но при этом прочувствовать землю. И полежать на траве. То есть вот мы сегодня лежали на траве. Мурашки, да, да, мурашки нас привечали. На самом деле это очень большое действие. Если вы позволите всей жидности, у нас существует вся жидность на траве. Да, да, поползть. Она даже не будет кусать, но даже если укусит, даже если укусит, то это в данном случае будет целебное действие. Потому что ваше тело, а сейчас мы присутствуем здесь в энергиях, мы уже здесь находимся несколько дней, в энергиях мы сонастраиваемся с природой, сонастраиваемся с ее природными ритмами. То есть мы входим в контакт. Соответственно, все живое начинает откликаться на этот контакт и помогать нам нашим процессам. Вдыхая и принимая доверие, выдыхая любовь, таким образом мы прокачиваем вот этот новый вид дыхания, новый вид базовых состояний. И затем также базовым состоянием является благодарность. Почему? Потому что благодарность работает как усилитель. Все, за что мы благодарим, усиливается. То есть она создает вот это вот преумножение, скажем так. То есть если любовь и доверие, это вдох, выдох, то благодарность — это по сути расширение. То есть через благодарность мы расширяемся. И она тоже уравновешивается открытостью. Потому что когда мы благодарим, мы расширяемся, и тогда мы становимся открыты. И мир возвращает к нам, мы принимаем потом дары мира. Все, за что мы благодарим, потом приходит к нам и усиливает нас. Вот эти четыре базовые состояния, которые, по сути, формируют именно среду. То есть я сейчас специально уделяю много внимания, потому что вот именно среду мы и не видим. А нам важно её увидеть, потому что среда-то и меняется. И среда и формирует климат. Вот как Горгстрим формирует климат на планете Земля, так и вот эта наша внутренняя база эмоциональной среда формирует климат нашей жизни. Где мы? Вот откуда мы проживаем свою жизнь? Через что мы реализуем себя? Поэтому эмоциональные состояния очень важны. Поэтому мы приехали к океану, чтобы здесь по максимуму соприкоснуться с энергией воды и помочь ей сделать как очистительную функцию. Потому что вода очищает и в то же время и наполняющую функцию, потому что она и наполняет. Рай на Земле существует. Он здесь. Он здесь эмоционально, физически. Тут природа шикарная, атмосфера шикарная. Тут вообще очень классно. Я рекомендую. Рекомендую приезжать на такие практики. Я не знаю, может кому-то такие вещи не интересны, но... Не знаю, мне кажется, это всё-таки надо каждому. Мало того, что... Где тут мой наушник? Да. Мало того, что это надо каждому. Это даже, мне кажется, необходимо каждому. Просто каждый вынесет что-то для себя. Кто-то просто отдохнёт. Кто-то обретёт новый смысл. Кто-то, может, жизнь поменяет. В общем, я, наверное, сейчас такая счастливая, что меня не каждый поймёт. Но в любом случае я посылаю вам лучки добра, счастья, солнца. Всего-всего самого-самого. Для того, чтобы у вас всё было хорошо, чтобы всё наладилось, если что-то не так. В общем, желаю всего самого-самого-самого-самого-самого-самого лучшего. У нас такой, можно сказать, тихий час. И я его провожу за книгой. Я решила себе напомнить пять языков любви. Я уже говорила раз в год. Я читаю. Потому что всё забывается. Всегда надо напоминать. И она сейчас как раз тема. У нас сегодня была замечательная практика. Я вам показала, вообще показываю такую, знаете, совсем-совсем малость. Но получаем мы тут очень много знаний. Понимание многих вещей. И работа со стихиями – это что-то, это нечто. Вот. Поэтому сегодня мы говорили о стихиях, о воде, о воздухе, о огне, о земле. Как раз вот эта вот книга «Пять языков любви», она… Не зря я её взяла. И вообще ничего не бывает просто так. У меня попросили девочки в инстатрансляции. Сделать рум-тур, место, где мы живём. Потому что все думают, что это отель. Это не отель. Это дом. Это дом, который готов принимать гостей. И он очень классный, потому что тут реально как дома. Тут, ну, не отель это. Вообще не отель. Вот я вам хочу показать. Показать территорию. Она вот небольшая, но тут правда как дома. Всё очень уютно. За вот этой вот, за этим забором уже океан. И здесь гамаки, где можно отдыхать. Вечером здесь горят лампы, играют мантры. Очень классно. Здесь мы кушаем. Сейчас я вам покажу. Вот здесь стол мы кушаем. Здесь кухня. Но так как мы гости, мы сюда не заходим. Здесь мы не бываем. Мы бываем с другой стороны. А другая сторона вот здесь. Это Настя. У нас сейчас такое свободное время. И вот кухня-бар. Здесь мы иногда завтракаем. Иногда просто сидим, общаемся. Здесь есть вкусные чаи. Защита. Вот. Разных хэппэков. Кофе, корица и куча-куча всего. Интересно. Тут, кстати, можно заниматься серпом. Это место как раз для серпа. Так, что вам ещё показать. В общем, тут волчебное такое место, куда меня тянет всё время. Здесь вот похучие палочки. Они вечерами очень волголухают. Сейчас я вам буду грузить влог на канал. Так, тут мальчики готовят обед. Пайпак. И у нас здесь стена с расписанием. Каждое утро Маша пишет расписание. И нас предупреждает, что солнышко опасно с 11 до 15. Вот. Вот это вот они готовят. Добудьте. Тут Дима и вот. И лестница наверх. Лестница наверх на второй этаж. Наш номер вы видели в первом элоге. Я вам показывала. Он небольшой. Большой огромной кроватью. И с... Вот у нас четвёртый номер. Из балкона. И дальше идут номера. Вот тут вот разные номера. Вот пятый номер. И мы поднимаемся дальше. Тут вечерами, кстати, тоже горят печи. Поднимаемся дальше. И там дальше тоже довезут. Есть вот номер кондиционера. У нас номер без кондиционера. Он с вентилятором. Нам хватает. Это 8 номер. Здесь есть уже обратная сторона. То есть с той стороны океана, с этой вот там вот дальше дорога. А тут местные жители живут. То есть мы сейчас смотрим мимо двор. Главное не опустить камеру. На голову камеру упадёт. Так. И здесь у нас ирана. Где проходят практики. Место отдыха. Но так как это всё ещё в стадии строительства. То здесь будут ещё подушки. Такие как чайные церемонии будут устраиваться. Здесь вот у нас терематы лежат. Вот. Свечи. Лампочки. Потому что здесь вечерами горят разноцветные огни. Совсем разноцветные. И очень-очень красиво. Здесь мы занимаемся йогой. Отдыхаем. Здесь можно повесеть. Высиный позвоночник на кольцах. И вот он. Сразу океан. Красивый. Лидийский океан. То есть вы поняли, да? Что это место просто рай. Я не люблю много людей. А здесь людей нет вообще. Вы видите, да? Вообще нет никого на пляж. То есть получается, вы когда выходите на пляж, нет никого. Но там есть ресторанчик. Вот он. За деревьями, за зеленью не видно. Но вот это вот, это их лежаки. И можно полежать. Народ очень добрый. Все такие позитивные, отзывчивые. Я не знаю. Такое ощущение, что это вот рай. Где все добрые. Где все хорошо. Мне здесь очень нравится. Очень нравится. А вот там вот дорога, где я вам рассказала. Вправо это в сторону аэропорта. А налево это центр Вилигамы. То есть центр деревушки. Мы туда уже ездили на Тук-Туке. Тук-Тук стоит 120 их денег. Забыла, как называются их деньги. Дирхамы, по-моему. Или нет. Или это в другой стране. Да, это, по-моему, в Дубае. Так вот. Вот там вот центр Вилигамы. И там рядом с центром есть серфинг. Центр серфинг. Мы тоже там будем заниматься. Это уже будет в другом блоге. Нас будет ставить на доску. И там же есть разные магазинчики. Там я, кстати, купила эти штаны. Чему безумно рада. Очень удобные, дышащие. И заниматься йогой, практикой. Все очень удобно. Гораздо лучше, чем шорты. И что еще? Там можно купить фрукты. Там большой магазин продуктовый. Где можно купить действительно все, что угодно. Как продукты, так и средства гигиены, например. По дорогам вот здесь придет кукуруза вареная. Я вам тоже показала это во влоге. И знаете ли, что очень интересно? Я тоже буду это использовать. Когда мы дома варим кукурузу, что мы делаем? Когда мы дома варим кукурузу, мы что делаем? Мы ее достаем, солим и ждем, пока она остынет. Здесь делают по-другому. Они ее достали, опустили в холодную воду соленую и отдали вам. То есть она теплая, не горячая, и она уже соленая. Это так круто. Внешний вид, конечно, у воды и вообще, как готовят, не очень. Но я на это не обращаю внимания, потому что я на отдыхе. Так должно быть. Вот. Я вам показала этот рум-тур, чуть-чуть рассказала. Кстати, по дороге еще продают фрукты, такие как базарчики. Там еще у них есть обезьянка. И тут, кстати, много есть обезьян. Надо, кстати, закрывать балкон. Хотя мы пару раз не закрывали, и ничего. Мы ранее не съели, и обезьяны тоже в гости не приходили. Но обезьяны здесь есть. Но именно у нас какое-то место, я же говорю, какое-то волшебное. Потому что здесь все очень спокойно, здесь все очень хорошо. Здесь классно. Я поделилась этим местом, потому что мне, наверное, хотелось бы, чтобы вы сюда приехали и ощутили все то же самое, что ощутила я. Здесь хозяйка Ася. Она такая хорошая. Она сама из Москвы, но у нее есть родственники в Украине. И такая она вся... Ну, наверное, здесь все такие. Все такие умиротворенные, все такие какие-то парящие, какие-то волшебные. И вот она такая же, очень красивая девочка. И всегда всех ждет в гости, всем будет очень рада. Все, я вам рассказала. Оставайтесь со мной дальше. У нас обед, смотрите. Так, мне нужна помощь от Насти. Это пророщенная гречка. Кстати, она очень вкусная, я раньше не думала. Очень полезная и для пищеварительного тракта. А дома как это делать? Тоже. Просто берешь, замачиваешь ее где-то на часика-два, выливаешь водичку и все, ставишь такую формочку какую-то и накрываешь. Вот у меня мама будет рада, потому что она всегда меня пшеницей пророщенная старалась накрыть. Также у нас тут соя, я вижу, да? Горог пророщенный. Да, соя. Это, наверное, нут больше. Ну, похоже на зелень, это вкусно. И вот, вкуснятина вообще, прям салатик. Вот, вот так вот мы тут питаемся. Без мяса! Нет мяса, нет рыбы, только зелень. Ну, морепродукты мы будем покупать, мы сами их купим и сами все сделаем, в общем, сами приготовим. Вот это вот прям очень вкусно, я рекомендую. Вот так вот у нас проходит обед, сейчас все спустятся, мы будем вести беседы, я это очень люблю. Я же люблю поговорить, вы же знаете. Во благо. Благодарствую. У нас сейчас будет практика у океана. Сегодня она будет последняя, потому что у нашего жителя, нашего дома сегодня день рождения, и поэтому мы слегка сместили наш график, практика буквально пораньше на два часика, чтобы вечером мы пошли на день рождения, на шесть часов день рождения. Как это будет происходить, я вам постараюсь показать, знаю, что будет костер, потому что всегда, когда день рождения, на Шри-Ланке жгут костры. И хотела вам показать пляж, чтобы вы понимали, что здесь никого нет, вот, то есть вообще никого. Это шикарно, это потрясающе, это мега. Поэтому у меня и в задумках, я не знаю, слышно меня эти ветры или нет, у меня по плану, вселенная, услышь меня, я бы хотела приехать на зимовку, вот, в следующую зимовку, именно сюда, в кассе, в гости, можно так сказать. Цена у нее очень приятная. То есть оплачиваю билет, прилетаю, договариваюсь с ней, встречает, и можно здесь с детками жить. Со школой, конечно, сложно будет договориться, но чего-нибудь придумаю. И хотелось бы здесь детворой действительно проводить время. Потому что представьте, какой пляж, и никого нету, это потрясающе, просто потрясающе. А там дальше, вот прям вот туда вот, куда вот дальше, там серфинг, центр серфинга, там с правой стороны, там вдалеке, вон беленькая, вы видите, это отель, там тоже отель. То есть мы находимся как раз вот посерединке в деревне, где нет никого, только местные жители. Сегодня дует сильный-сильный ветер, я не знаю, слышно меня или нет, но сейчас у нас такая практика, женская практика, и я вам сейчас показываю, где река, вот она, соединяется с океаном. Энергетически это очень мощный ветер. Сейчас мы будем отдавать стихии воды дары. Это семена, потому что семена, они без влаги, они не проразуют. Энергетически это очень мощный ветер. Прекрасная страна, прекрасное место, хочу, чтобы ты подумал сейчас, прям подумал-подумал. И сокровенное желание загадал, я уверена, что все здесь присутствующие желают бычи этой мечты, поэтому загадывай. Желаю. С Новым Годом! Это будет у нас любовь, так и есть. Желаю. Целая церемония чайная. Саша, кстати, день рождения. Боже, какие молодцы, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok